Первое мае начинается в Германии еще с апреля. По традиции, левые немецкие партии и анархисты начинают проводить первомайские мероприятия заранее. Центром политических выступлений, которые, увы, зачастую оказываются не совсем мирными, становится Берлин. В немецкую столицу, на так называемой боевой Первомая и затем антифашистскую Вальпургиевую ночь, ежегодно приезжают тысячи активистов со всей страны. Как Германия готовится к демонстрациям в этом году в репортаже Сергея Сумленова. Революционная музыка звучит над спальными районами Берлина. Классовая борьба начинается в немецкой столице каждый год не 1 мая, а 30 апреля. Именно в этот день в Берлин традиционно стягиваются тысячи полицейских, чтобы не допустить столкновений между демонстрантами из крайне левого и крайне правого лагерей. Традиция уличных боев в начале весны – одна из особенностей берлинской неформальной жизни. Непредставленные в парламенте троцкисты, анархисты и прочие левые радикалы каждый год стягиваются в Берлин со всей страны. Здесь десятки групп разной степени организованности вступают в столкновения как с полицией, так и с правыми радикалами, которые тоже пытаются захватить город. Самым кровавым 1 мая в истории Берлина стали события десятилетней давности. Тогда в уличных беспорядках пострадали десятки стражей порядка. Два года назад на месте проведения первомайской левой демонстрации неизвестные, предположительно неонацисты, пытались устроить взрыв. Неудивительно, что теперь полиция проявляет особую осторожность. Только сегодня в Берлин дополнительно стянуто 7 тысяч правоохранителей из соседних регионов. У строителей левых концертов такое внимание полиции раздражает. Нам не нравится, сколько сюда согнано полицейских. Мы уверены, что это излишняя демонстрация силы. Особенно нас беспокоит то, что в этом году полиция будет наблюдать за митингом с вертолета. Только представьте себе, что эта штука будет кружиться над головой. Многих участников это может отпугнуть. На плакатах требования бороться с сексизмом, а не только с растущей арендной платой. Левая молодежь раздает листовки и подогревает единомышленников боевой музыкой. Боритесь с нацистами, ментами и государством, гласит лозунг на сцене. Нынешний концерт это еще и мероприятие политпросвета. Перед началом представления зрители читают партийную прессу. Я принимала участие в первомайской демонстрации еще в прошлом году. А с тех пор тема не потеряла значения. Арендная плата за квартиры растет, и мы должны бороться за свои права. Для большинства же берлинцев первомайские демонстрации просто один из признаков наступившей весны. По дороге на работу ты покупаешь сосиску с картошкой фри, а рядом полицейские охраняют митинг. Значит, наступает первомай. Первое мая в Германии это тоже день труда, но только день труда для тысяч полицейских, стянутых со всей страны на улице Берлина. Ведь каждый год традиционно в ночь с 30 апреля на первое мая десятки тысяч анархистов и праворадикалов собираются в Берлине, чтобы бросить вызов друг другу и попробовать на прочность силы полицейских. Вот и сегодня ожидается, что в Берлине пройдут традиционные столкновения левых и правых радикалов. Ну а полиция отвечает на эти вызовы перекрытыми улицами и кордонами на перекрестках. Сергей Сумленный, Кирилл Журавлев. Специально для RTVI из Берлина.